Этой ночью прошли две встречи на международном кубке чемпионов США, в котором Манчестер Сити разгромил Тоттенхэм 3-0. Напомню, в прошлой игре горожане разгромили Реал 4-1, а в этой встрече голы на свой счет записали Джон Стоунс на 10-й, Рахим Стеллинг был точен на 73-й и Брахим Диас поставил окончательную точку на 90-й. В другом поединке Реал потерпел поражение в испанском классе от Барселоны 2-3. К седьмой минуте каталонцы вели уже 2-0, голами отметились Месси и Ратитич. Но до перерыва Реал смог счет сравнять на 14-й Кавачич, а на 36-й Кавачич уже ассистировал Асенсио, который вновь забил. Но на 50-й с подачи Немара Пике сделал окончательный счет 2-3, он же и был признан лучшим игроком матча Барселона-Реал. Около 66 тысяч зрителей наблюдали за этой игрой с трибун. Цены билетов доходили от 170 долларов до 10 тысяч. Барселона одержала 3 победы в 3-х матчах и набрала 9 очков и выиграла этот турнир. Еще здесь пройдет один поединок, в котором сойдутся итальянские клубы Рома и Ювентус. А на данный момент Манчестер Сити в турнире таблицы 2-й, у команды 6 очков Юнайтед, 3-й, 5 очков, 4-й Рома, 5-й Юве, 6-й Тотенхем, 7-й ПСЖ и 8-й Реал. Параллельно с этими матчами в США проходили и матчи Международного кубка в Сингапуре, где 27 июля Интер раскатал Баварию 0-2, Эдер сделал дубль, а через два дня итальянский клуб обыграл Челси 1-2. Интер выиграл сингапурский таб, который и завершился матчем с Челси. У синечерных 6 очков, у Баварии 3. По итогам турнира у Неймара 3 забитых мяча, он и возглавил список бомбардиров. Рекомендую также ролик, посвященный последним слухам и новостям о бразильце. Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и конечно же подписывайтесь, это абсолютно бесплатно. Субтитры сделал DimaTorzok